Приветствую дорогие друзья! Этим видео я хочу анонсировать выход долгожданного курса по блочным темам и фулл сайт-эдитинг концепции для WordPress. Досмотрите ролик до конца, чтобы получить скидку 90% на этот курс и другие мои курсы. Как-никак, черная пятница на дворе. Давайте разберемся, что включено в данный новый курс по фулл сайт-эдитинг. Этот курс разделен на 4 основных блока. Первый блок посвящен редактору Gutenberg и самой концепции фулл сайт-эдитинг. Давайте немного сделаю вставочку, чтобы вы понимали, что такое фулл сайт-эдитинг. В WordPress есть два подхода к реализации тем и построению сайтов. Это классические темы и блочные темы. Данный курс по блочным темам. По классическим темам у меня есть здоровенный курс, который называется весь WordPress и PHP. Может быть вы его проходили, если не проходили, тоже будет возможность приобрести его по скидке. Значит, большой курс на 240 с лишним часов. Текущий курс по концепции фулл сайт-эдитинг, небольшой, он на 8 с чем-то часов на данный момент. Но он тоже будет пополняться периодически новыми уроками. Он затрагивает только раздел по разработке блоков на JavaScript для Gutenberg и концепция фулл сайт-эдитинг, то есть разработка блочной темы. В этом курсе нет разработки плагина и так далее. Для WordPress кодекса, для более глубокого и пристального изучения WordPress, конечно, я рекомендую основной курс, весь WordPress. Потому что информации, которая есть в этом курсе, в том нету, а информации, которая есть в том курсе, в этом ее нету. Думаю, на этом ясно. То есть два разных курса, которые друг друга дополняют. Этот курс по разработке на JavaScript для WordPress, тот большой курс по разработке на PHP для WordPress. Итак, первый блок у нас посвящен Gutenberg и фулл сайт-эдитинг. В нем мы разбираемся с самим редактором, пейдж-билдером Gutenberg, как с ним работать. И разбираем концепцию фулл сайт-эдитинг. Далее во втором блоке мы уже начинаем программировать. И для понимания второго блока, в котором мы разрабатываем статистический блок, для Gutenberg вам нужно иметь минимальные знания в JS и React. То есть если вы смотрели какие-то видео уроки по синтаксису JS и по React, то не переживайте. Контент, который есть в данном блоке, вам будет вполне понятен. И вы его поймете, сможете разрабатывать свой статический блок. Но помните, да, для того, чтобы пройти этот курс, минимальные навыки о WordPress у вас должны быть, потому что они не рассматриваются. И минимальные навыки JS и React, конечно же, тоже должны присутствовать, чтобы понимать, как минимум Node.js у вас в системе должен быть установлен. А третий блок, это динамический блок на JavaScript для Gutenberg. В нем мы тоже разрабатываем блок на JavaScript, но уже динамический. Динамический от статического отличается тем, что контент блока, он динамический, он берется из разных местах. Ну, например, могут быть посты, блокпосты. Это могут быть какой-то пост type car и это будут машинки. Во время как для статического блока мы задаем информацию, редактируя страницу, и он ее использует. А для динамического блока мы задаем ему какие-то параметры, и он уже берет этот контент откуда-то из другого места. И каждый раз, добавляя новый пост либо новую машинку на сайт, ее не придется редактировать страницу с машинами, потому что динамический блок на это и рассчитан. Ну и, наконец, заключительный блок по разработке блочной темы, в которой мы по дизайн-макету будем разрабатывать свою собственную блочную тему по концепции Full Site Editing. И вы узнаете, что в каталоге с Full Site Editing, точнее с блочной темой, нет, например, PHP файлов. Они технически присутствуют, но они не содержат логику на PHP, поскольку территория тем, это территория стилей, шрифтов и так далее. Но территория PHP логики это территория плагинов. И файлы на PHP в блочной теме используются скорее как просто контейнер, как текстовой файл для хранения каких-то исходников. Об этом в курсе рассказано и вы узнаете. Также вы увидите, что все темплейты у нас в формате HTML. Также вы увидите, что в отличие от классических тем, где основным файликом является Functions.php и он является таким вот окном возможности WordPress, в блочной теме центральным файлом является файлик JSON формата, в котором мы задаем настроечки различных опций для редактора Гутенберга. Об этом, обо всем в курсе по полочкам разложено и расписано. Результатом прохождения данного блока и в целом данного курса будет то, что вы будете знать, что такое full-site editing. Вы сможете разрабатывать свою блочную тему, вы сможете разрабатывать свои блоки на JS, используя компоненты WordPress для построения статических, динамических, ну любых блоков, совершенно не важно каких блоков. И вы четко будете понимать, что такое Гутенберг, перестанете его бояться, будете с удовольствием использовать редактор Гутенберг и в целом концепцию full-site editing при работе либо с новыми сайтами, либо с редактированием уже существующих сайтов, которые используют концепцию full-site editing. Приобрести этот курс, а также остальные мои курсы, это весь WordPress и PHP и UI UX Design, практика по Figma и Photoshop с огромной скидкой 80-90% можно по ссылкам, которые есть под видео. Я сгенерировал специальный промо-купон в честь черной пятницы. Переходите по ссылкам, записывайтесь на все три курса, если вы в них не участвовали еще. Если на какие-то участвовали, то записывайтесь на новый по full-site editing, поскольку там уникальная информация. Это совершенно новый подход. Это то, что сейчас является трендом в мире разработки под WordPress. И действительно это полезно, пройти курс по full-site editing. А также весь WordPress и PHP, если вы на него записаны, но не прошли, тоже рекомендую найти время и пройти этот курс, поскольку здесь действительно очень много базовых вещей, которые с годами в WordPress не меняются. И весь подход, который мы используем в классических темах, они также могут присутствовать и работать и в блочных темах. То есть их можно применять. Поэтому актуальность ни в коем случае не теряется ни в классических темах, ни в блочных темах. И также бонусом вам, как разработчику, будет курс по UIX дизайну, который обязательно тоже должен присутствовать в вашей коллекции курсов. Записывайтесь, я жду вас на своих курсах на Udemy. Не упускайте уникальную возможность купить за 9 долларов вместо стандарта цены 74 доллара. То есть отлично. Возможность, скидка 87% на все три курса. Это просто что-то уникальное. И еще пару слов для тех, кто не может по ряду причин приобретать курсы на Udemy. Вы можете это сделать на моем личном блоге, сайт jenyscurseys.com. Ссылка также будет в описании. У нас есть клуб фрилансеров. Вам нужно вступить в этот клуб. И все курсы, которые я указал, они все доступны по единой подписке. И многие другие курсы, в том числе, они присутствуют по единой подписке. Узнать информацию касательно клуба фрилансеров можно в предыдущем видео на канале. Я об этом записывал буквально несколько дней назад отдельный ролик. Поэтому имейте в виду, если вы не можете приобрести на Udemy, то можете сделать это на личном сайте. У меня на этом все. Спасибо за внимание и увидимся на страницах курса. Всем пока-пока.